Место упокоения усопшего христианина – могила. Скажем несколько слов о могиле христианина. По традиции располагаться она должна с запада на восток. Усопший полагается в нее также ногами к востоку. Поверх могилы устанавливается крест. Если вместо него ставится памятник, то на нем обязательно должно быть изображение православного креста. Есть требования и к кресту, и его изображению. Нижняя наклонная перекладина его при взгляде с запада на восток должна быть направлена вверх левым концом, а вниз правым. По наиболее распространенной традиции, так как конкретных канонов здесь нет, крест ставится в ногах усопшего, то есть на восток. Это подразумевает, что в будущем всеобщем воскресении человек, поднявшись из могилы, обращаясь к Богу, будет смотреть на крест. Хотя стоит признать, что в некоторых регионах, причем не только России, но и Белоруссии, Украины, существует традиция установки креста в изголовье усопшего на запад. Согласно ей, крест в изголовье знаменует хоругв, которую понесет человек после всеобщего воскресения как символ победы над дьяволом. И, конечно же, важно напомнить, что со смертью, отпеванием и погребением человека память о нем не должна исчезнуть, раствориться в земных проблемах и заботах его родных и близких. Необходимо навещать могилу родного человека, в том числе и по особо установленным в церкви дням, а также вспоминать его в домашних и церковных молитвах, в том числе и в особом чине заупокойного богослужения Панихиди. Необходимо также сказать и несколько слов об уважении к кладбищам. С самых древних времен, еще до прихода в мир Христа, абсолютно все народы мира всегда уважительно относились к местам захоронений своих усопших сородичей. Даже на заре человечества, когда культура в обществе была еще не столь высока, особые места, где хоронили умерших, уже существовали. При этом и сами похороны, и все, что было с ними связано, всегда обставлялось как особое священнодействие. Современная археология свидетельствует, что даже самые неразвитые в культурном плане древние народы с особым уважением хоронили умерших и также уважительно, благоговейно относились к местам захоронений. Христианство не только сохранило добрую традицию похорон умерших и уважительного отношения к кладбищам, но и наполнило ее новым смыслом – верой в будущее всеобщее воскресение. В свете этой веры значение кладбищ как особых сакральных мест становится очень важным. И это не случайно, ведь, как учит церковь, во время всеобщего воскресения при втором пришествии Иисуса Христа тела умерших соединятся со своими душами, обретя новую жизнь. Если тела соединятся с душами, то их значение, как и само наличие, является очень важным фактом. Ну а так как подавляющее число умерших хоронится на кладбищах, то и становится очевидным, какую именно роль выполняют такие места. В связи с учением о всеобщем воскресении, кладбище представляется уже не только как просто места упокоения тел умерших людей, но как особое хранилище одной из частей человеческой природы – тела, которое неразрывно связано с другой частью – бессмертной душой. Именно поэтому относиться уважительно к кладбищам надо не только как к социально значимым общественным местам памяти, но и как к особым сакральным местам, сохраняющим до поры человеческие тела. Говоря об уважении к кладбищам, к сожалению, приходится признать, что в мировой истории они неоднократно страдали от вандалов, которые по тем или иным своим заблуждениям решались на их осквернение. Такое происходило и по псевдополитическим, и по псевдорелигиозным мотивам, и, конечно, ни в одном из таких случаев не имело оправдания. Причем число осквернений кладбищ возрастало в истории со все большим взрослением человечества. Казалось бы, чем старше возраст человечества, тем культурнее оно себя считает. Тем уважительнее оно должно бы относиться к местам упокоения усопших. Однако, к сожалению, все происходит совсем наоборот. С прискорбием приходится констатировать, что и в наши дни довольно часто происходит осквернение кладбищ, разорение могил и надругательство над ними. Эта трагедия усугубляется еще и тем, что зачастую участниками таких погромов является молодежь, а то и совсем дети. Все это свидетельствует о том, что в молодом поколении не воспитывается или воспитывается недостаточно понимание того, как следует относиться к таким сакральным местам. В связи с этим в современных реалиях перед христианином встает еще одна важная просветительская, миссионерская задача – научить молодое поколение уважительно относиться к кладбищам, не громить их, оберечь и облагораживать, а главное – чтить память тех, кто на них упокоен. Помочь же в донесении этих общечеловеческих нравственных истин до молодежи может даже не долгая проповедь или обличение, а простое указание на то, что каждому человеку рано или поздно также предстоит обрести упокоение в одном из таких мест. Источник. У Бога все живы. Отношение христиан к смерти. Православный подвижник.